всем привет мои дорогие прекрасные люди прочитал я там комментарий могу ли я молиться на языках ну говорить на иных языках в христианстве есть такой дар это говорение иными языками это языки ангельские или иные языки человеческие и там написали ну наверное с подколом типа а правда можешь ли ты говорить языками или дух святой тебя оставил ну что же давайте проверим могу ли я говорить иными языками шире макаса рима рамана шире гора массы и ремен и гром и шире лама шире досма риме швара карасире мара бишу риме рама и сарега риме но шире мараса уме на гриме на сыр миш михарма нару миса и риме го шире амана сиро амена гошуру о мере кисэй о великий сибирана шире мада ами горе сири о но миши ракарама сегом эмешки риме дасара могу сей омешарим кисэн машира хамба обе шире ламба шире ламба о миши камера сара моу ш макарами не бескорую мэрина маса римон эк масире манаки зори эйсэм ма гасэрис мишари мэ шара мэ гасэр у меня О, мере, кастряна, шури мескайбду. Ишмира меса караме, имуш, не мешкарэмеса ламе, не шури каас. Исма караме ду шури бедисэрегоз. Амаген шури мена сэреги месэ. О, месширана мэшкарамасырам башакарам. Хорэмэширы, ханэмэй, о. Ха, мэшикшарум бэсэ. О, мере, кастряна, шури нэшэ. Ну? Ну, как вам? Нормальна? Иширимэ сэрэвэ кастряна мэдэсэм. О, не мэгэрэмэдэ шури мена сэрего. Шури мена сэрэлла месшикарай, сэрю месшикарам бэс. Хай, о, мэширамая, сэй, бэра, камбэра, башуря бэра, айса мэна. Теперь давайте я отвечу вам на такой вопрос, что такое иные языки. Каждый из вас имел опыт реинкарнации. Хотите вы этого или нет, верите вы в это или нет. На глубине вашего подсознания, на глубине, находятся древние языки, которыми вы могли владеть в предыдущих воплощениях. Некоторые из этих языков уже потеряли свою значимость, устарели и не применяются в современном мире. Но так как мы воплощаемся на земле, матушки, уже столетиями, тысячелетиями, то очень много было языков, которыми вы обладали в прошлых жизнях. И поэтому вот из подсознания, на определенных условиях и обстоятельствах, эти языки могут проявляться. Ну, а также есть простой психологический такой эффект, называется гласолалия. Когда мозг человека, ну чисто так, экспром, там он может выдавать те или иные слова. Ну, типа дети, знаете, когда балакают, там что-то непонятное. Вот, в принципе, что такое иные языки. Это ваш дух, то есть ваша внутренняя энергия, имеет способность говорить на множестве языков, которыми ваша энергия обладала и может обладать. Но только вот земной ум, он не понимает того, что говорится. То есть мы же как энергия тоже так имеем. То есть как человек, да, вот наш ум, наши земные, вот, все вот эти вот ощущения, там, видим, слышим, ощущаем и так далее. А есть то, что касается высшего твоего разума, твоего я, высшей твоей энергии. Ну, вот поэтому отсюда вот и идет. Так что, в принципе, вот вам и иные языки. А что такое святой дух? Это аромат. Дух это аромат. Это благоухание святое. У вселенской любви есть дух. Ее дух это запах ее. Это аромат любви, благоухание. Любовь отождествляет себя с образом цветов, с образом розы. Вот. Поэтому дух святой это святой аромат любви. Это цветочный аромат. Потому что любовь, она из вышней долины роз, долины лилий. Ну, вот, в принципе, как-то так. Хе-хе-хе.